Удаленный от центра города поселок Прибрежный долгие годы оставался неудел. Жители жаловались с советских времен. Здесь не ремонтировали дороги, поликлиники, не строили спортивные объекты. Прибрежный приходил в упадок. В последние два года ситуация начала меняться. Спасибо большое, что вы приехали к нам. Мы сейчас можем озвучить те вопросы, которые у нас стоят в поселке. Потому что знаю, что с вашим вмешательством и помощью она может решиться. Парусная 10, поликлиника. При дожде и так там невозможно ходить. Сейчас лесщины и марши, конечно, залили. А будет нет ли отремонтирована вот эта дорога? Впервые у Красноглинского района появится перспективный план развития. Он долгосрочный и включает в себя многие социально важные аспекты. Немало внимания в нем уделено и поселку Прибрежный. Здесь планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, решение медицинских вопросов. В поселке приведут в порядок стационар, а также строительство дорог и благоустройство скверов. Связано это с тем, что в Самаре в полную силу заработала проведенная реформа местного самоуправления. Район получил свой собственный бюджет и может распоряжаться средствами по своему усмотрению. В этом году у вас дорога в Прибрежный появилась. Хорошая. Действительно замечательная дорога. В Красноглинке идет реконструкция Красноглинского шоссе. И в 2018 году оно будет полностью завершено. То есть в 2017 году там будет выполнен очень серьезный виды работ. В 2018 году полностью завершено. У жителей Прибрежного накопилось немало вопросов. Это и восстановление общественной бани, которую обещали открыть в ближайшее время, и скорая медицинская помощь, и закрытие незаконной питейной, которая мешает людям спать. Речь идет, работайте до 10 хотя бы. Нет, мы работаем до последнего клиента. Это до 6, до 7 часов утра. Нам жить невозможно. И у нас просьба, пожалуйста, приехать и посмотреть на это место, где, что находится, в каком аду мы живем. Вы знаете, как можно наказывать. Можно и СС привлечь, и МЧС. С точки зрения пожарной безопасности, штрафами понудить человек прислушиваться к мнению жителей. Если они работают всю ночь, они нарушают однозначно региональный закон. За это предусмотрено серьезное ответствие. В конце встречи с жителями Прибрежного главу Самары наградили грамотой. Выразили благодарность за помощь во всех текущих делах поселка. Благодарность и искреннюю признательность в развитии поселка Прибрежный и всего Красноглинского района. Вы, жители поселка Прибрежный, получили добрую известность не за силу, а за доверие. Не за власть, а за человечность. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События.